Произведение искусства, которое можно и нужно трогать руками. В Пермской художественной галерее открылась тактильная выставка. Она состоит из шести экспонатов. Они представляют из себя рельефные копии картин, которые находятся в коллекции галереи. Выставка адресована посетителям с проблемами зрения. Далее подробности. «Богоматерь с младенцем» — это картина российского художника итальянского происхождения Фёдора Бруни. Произведение создано 200 лет назад и в своё время принадлежало императору Николаю Первому, а затем его внуку. Позже полотно попало в Русский музей, а затем в Пермь. Теперь прикоснуться к истории шедевра могут незрячие и слабовидящие посетители Пермской художественной галереи. У картины появилась рельефная репродукция. Она для тактильного изучения. На данный момент в постоянной экспозиции нашего музея шесть тактильных копий, которые доступны для незрячих посетителей. Пять из них находятся в экспозиции русского искусства и одна в экспозиции западноевропейского искусства. Нам было очень важно, чтобы именно постоянная экспозиция была доступна, для того, чтобы незрячие посетители были независимы от нас в любое время и по своему желанию могли прийти и посмотреть то, что им интересно. Рельефными копиями снабжены теперь картины разных жанров. Портреты графа Александра Строганова и крестьянской девушки у амбара, один из пейзажей Ивана Шишкина, а также абстрактная композиция Любови Поповой, представительницы русского авангарда начала 20 века. Еще один тактильный экспонат демонстрирует материалы художника. Кисти, мастихин, палитру с красками, фрагмент рамы и холст. Все эти работы создали московские авторы Михаил и Ольга Шу. Они приезжали в галерею весной, побывали в экспозиции, выбрали наиболее подходящие картины для создания объемных репродукций. Это всегда комплексная работа. И надо отдать должное ребятам, Ольге и Мише, они находятся в постоянном взаимодействии с незрячими. Они ходят к ним в мастерскую, они помогают, они смотрят, оценивают, каким-то образом комментируют и даже влияют на процесс. На открытие экспозиции пригласили горожан с нарушениями зрения. Для детей и взрослых сотрудники галереи провели первые экскурсии. Эта выставка теперь будет работать постоянно. Ее создали при помощи благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Пермской галерее это не первый и не единственный инклюзивный проект. Юлия Языкова, Михаил Ситров, Телевизионная служба новостей.